Этими черными списками мы можем крышечку расплющить в очи на ступень абсурду. Эта риска на портрет нашей страны, было бы разумело и до этой риски, что происходит. Ничего нового я не слышу. Что ты ж с именем, моего горта и большинство белорусских музыков, это все было бы разумело для когостей с 2020 года, для когостей, например, как лавангольский, так и ранее. Мне это далеко не первый раз у делу таких подчеркных черных список, поэтому я никак не успею, но, может быть, смехнулся. Первая заборона была, как вы памятите, с 2004 по 2007 по конец 2007 года, потом была короткая облига, потом после президентских выборов 2010 года снова началось закручивание гаек, начались черные списки и они достаточно поширились после этого года. Потом снова была легкая облига, такая легчайшая. Вось, але шмат хто уже не успринял, как адлига, например, ФМ-станции какие-нибудь, они бы разумели, что это полторыцца знову, и мы так само разумели, что это полторыцца знову. Там у нас уже никогда не запрашали на ФМ-эфиры, там, и на, например, державные сроки массовой информации. После заборона в 2010-2011 уже никто так особливо не... Ну, все разумели парадок речев, что это будет полторыцца и больше жорсткой в очварной форме, потому что первая заборона в 2004 году была такая лайтовая, как кажуть, потому что можно было, например, играть концерт у рестораций, у карьерных разных. Это запрашивали в очи, никто это особливо не отсутствовал, а вот после 2010 года это стало абсолютно неморчимым, потому что навод, когда администрация некой установы, ну, мол, кажучи, некая Клюбика маленькая, на 70 человек, на свою ризуку проводила концерт некого канала Сушёного списка, там потом являлась и комиссия по наваженной вельме, якая складалася с санстанцией, с МЧС, там пожарников, якие знаходзали вельми шмат розбитых недохопов, працы в этой установе, ну, и просто циснули страшными штрафами. И после этого уже владельники таких установ, они лечили за лепшую не связываться с этими выканавцами с черной список. В первую очередь мы отрапили ситуацию, когда не могли выступать, и нас задымали песни из радио в 2006 году, это было довольно давно уже, когда мы отмывались ехать, называли это «Техничок» на выборах «Патрымку Лукашенко» в 2006 году. Мы отмывались, нас сняли тогда на полгода. Потом была небыто некая такая длига, мы з'явились снова, який больше музыкал. А с 2020 года уже зараз, маючи новозь, опошние падзеи, ну, литерально с початку 2021 года мы с усим не можем рабить выступы в Беларуси, ни приватные, ни квитковые, ничего не можем рабить. И, мінавица тому, я уже мальчатый год живу в Польше. Тому для меня это ненавидно нияк. Одна из причин, чему я переехал, это немогчимость рабить на Радзиме. Тому для меня это не особо ненавидно. Может, новина в этом симптое, что туда трапила еще Леди Гага? Ну, тогда да, тогда я могу сгадзица, что это новина. Клишшер там с ее Леди Гага, они находятся в черной списке. Ну, я не знаю, где находится Краина на початку, я думаю. А потом уже, ну, я думаю, что для них это будет приемно. Потому что сейчас, ну, мало чем можно сделать таких сусветных знакомительств. Они все бачили, объездили весь свет, а тут я научу обнастись. Это же круто. Я не вельми разумею логику, якою они корыстаються, калек это все робят. Ну, беларуские артысти видовочно. Ну, то есть, як і большаясь беларуская громадства, это же люстровывается и на музыках, большаясь беларуских музыков. Они, с пункта гледжения улады, вороги зараз. Тому им нема максимально всем працаваць и большаясь даже жить в Беларуси. Што тысяча российских выканавцов, например. Но я так разумею, что логика у тым, что те, кто выказывалися зараз против супраць войны в Украине, они автоматом являются и вороги Беларуси. И они так само тут не трапили. Што тысяча замежных артыстов, там, американских, аргельских и против других. Я так меркую, что напомню, это те, кто выказывалися супраць репрессий в Беларуси, альбо супраць войны. Я так это для себя разумею. Весь свет, на гэта, звернув увагу после первой забороны. Бо у 2000-х годах уже на початку, на гэта, это уже дико выклятало. Черные списы в Европе, некие там музыки заборонены. Нас почали запрашать в разные краины, в которые мы в районе не думали ехать. Швеция, например, там, Берлин. Нас до гэту не запрашали туда. После черных списов. Злучственные штаты. Это все. Дякуючь тому, что это был такий черный пиар, что люди хотели поглядеть, что это такие страшные люди, какие заборонены. Они бачили, что это не просто урок музыки с текстами. Ну, интересно. Ну, а то, что это пердик, теперь целком все зачистое. Наверное, про концерты не едят с утра, видите. И это пер, как вы разумели парадок речу, так вы разумеете, потому что за выполнение песни на украинской мове про каханье, в гурту Океана Эльзы, люди отриливают реальные термины тоже. Вот. И мы все смеялись, что все музыки съехали из Беларуси больше, из тех, которые пишут музыку и тексты. Мы попробуем потребовать совесть. Мы протягиваем новые песни, мы рыхтубного альбом дарэча зараз. Мы не спынилися. И, например, ближайший приклад. 14 лютого мы робим наш традицийный концерт, прасвеченный Дню Закаханых, який мы робили больше за 10 годов в Беларуси. Але, на жаль, зараз вымышны робить гэта Дню Беларуси, а вот будет варшай. Але мы ладим онлайн-трансляцию адмыслова для того, как наши беларуские глядачы смогли паглядзеть гэтый концерт так сам, а тому, кому интересно, можете заглянуть наши соцсетки и найти спасылку. И 14 лютого можно будет в вечер павлезеть гэтый концерт. Таким чином мы справуем гэтую совесть протягивать Беларусь. Ну и, конечно, мы сумуем и про нашу глядачам, и по радзиме налогу. Слухать треба тое, что и слухали. Не треба мне аки редакции робить. Тому что, коли робить редакцию, ты будешь подыгрывать этим уладам, який сами, каждый штодзон, расписывается в своем неумении ничего не робить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok